Добрый день! Сегодня в Житковичах после модернизации открылся бассейн. Спортивный комплекс размещен в буйном жилом массиве райцентра. Капитальный ремонт и модернизация проводились за кошты областного бюджета, отповедности с державной программой социально-экономичного развития и комплексного использования природных ресурсов Прыпятского полеса. На реализацию проекта было выдатковано больше 23 миллиарда рублей. Сейчас в спортивном комплексе одночасово смогут займаться 60 человек. Под обязанностью в наших наступных выпусках. До инших тем. У потерпелых районах Гомельской области начинается подрыхтовка до проведения мероприемств, промеркованных до 30-ти годов катастрофы на Чарнобыльской атомной станции. Не глядячи на то, что частку территории после аварии пришлось отселить, сегодня тут демонстрируют приклады не просто дрожжения, а ле и реального развития. Олег Синцеров наведал Брагинский район. Первые везки в Брагинском районе начали селять еще в 86-м. Причем протягивший час лес шмат таких населенных пунктов заставался невызначенным. Правда, отрознение от этого древа район все-таки отродился. Непосредственно у истории Брагина был период, коли у лады схилялись до расшения по полным отселениям городского поселка. Шарнобыльская катастрофа у Вогули поделила местовое житё, да и посля, да спокойное житё, коли же хоры белорусских везок ездили у Припять, у Крамы, а некоторые еще и працавали на ЧАЭС. В послях это протягло час невызначенности и разгубленности. У Ново-Иолчанском сельском совете, например, за 15 везок сегодня засталось только 9. Хоть в центральной садибе везда красная упынные ступени пошанцевала, Шарнобыльская станция находится за всем побоч, а для узровень забродживания тут не перевысил 15 кюрей. Правда, просто 30 годов тут схильное больше, сказать об перспективах, чем узгадывать минолы. Летость сельсовет у Першинё принял удел в распобеканском конкурсе по добропорадкованию и одразу первое место у своей номинации. Люди заинтересованы в том, чтобы как-то лучше выглядеть своего соседа и внести лепту в развитие нашего городка, потому как они здесь живут, их дети живут, внуки. Отриманные у якости призу 100 миллионов рублей вы решили накеровать на набытье компьютеру для сельского совета, а так само створение малых архитектурных форм и покупку насильных кветок. По отсутствии, на дальнейшее добропорадкование. Тем больше, что вязковцы идею притягу наведения парадков на земли подтримали. Ветераны Великой Ачины Алексей Некрасов и его жёнка Зоя Сизова у увязку красная приехали из России. Мерковали, что часова, але застались тут назавсёдым. Хоть, кажуть, Брагинский край чужим николи не лечили. Тем больше, что мясовые жахары были побольше не только ухвядины тяжкой житевой ситуации, до того ж и в плане добропорадкования тут так само есть чему получиться. Здесь относятся намного лучше даже, чем я знаю в России. У них, я смотрю, у всех почти светочки под окном. И в квартирах у них порядки. Я сколько знаю семей, я в школе проработала. Мы же ходили к детям. Здесь порядок держат возле домов и в квартирах. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель», Брагинский район. У «Гомель» организованы оптовые кермаши для продпрымальников. Товары легкой промысловости от беларуских вытворцев пропануть представникам малого и среднего бизнеса. Организаторам деловой сустречи выступило открытое акционерное товарыство «Диалог Гомель». Дмитрий Котов протягне. Оптовый кермаш – сустреча продпрымальников и поставщиков айчинной продукции. За пошние шесть месяцев яны сбираются в шатьвертый раз. Кермаш с беларускими товарами – это махшимость продемонстровать продпрымальникам потенциал айчинных вытворцев, а так сама спроба затекают их новой продукцией. И таким чином развивать супрационистов помеж продпрыемствами, оптовыми организациями и представниками бизнес-супольности в области. Мы специально собираем тематические ярмарки. Почему? Потому что приходит тематический покупатель, и нам есть о чем поговорить. Не только им, покупателям с оптовой организацией, но и опту с оптовыми покупателями. Поэтому я и говорю, нам есть о чем поговорить. И в плане ассортимента, и в плане цен, и в плане обновления коллекции. На эти мероприятия мы приглашаем всегда производителей. Потому что нам мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с производителями, с поставщиками. Как в опт, так и из опта в розницу. Популярность оптовых кирмашов у бизнеса сяродзе расте. В этот раз текавость до их выказали 70 представников приватного сектора экономики. В ассортименте товары от 11 поставщиков айчинной продукции. Некто с бизнесменом на таких мероприемствах у першиню. Инши не первый год працуют с белорусскими вытворцами. Сярод головных задач – наладить диалог. Дать макшимость кожному выказать свои пропановы. В шестой год я работаю с секситорами и диалогом белорусской продукции. Раз-два раза в месяц обязательно закупаю продукцию. Буду продолжать работать, потому что сейчас надо работать, что-то думать, чтобы были документы. Белорусское качество самое лучшее. Просто только дорогое. А самое лучшее качество белорусское. Модели отработаны. Достаточно долгоноски. И самый большой их недостаток в том, их носишь долго-долго, а они все носятся. Уже надоели. Ну, от меня, может быть, несколько предложений. Но самое главное – это, безусловно, лучший ассортимент. Я не думаю, что я в этом единственный желающий. Представники державных предприятий сегодня готовы исти на перомовы с предпринимальниками. Зразумело, на взаимовыгодных умовах. Мы сегодня вообще готовы выслушать любые предложения индивидуальных предпринимателей, готовы на разумный диалог. Конечно, на сегодняшний день черкизовский рынок делать тут никто не будет устраивать, что там копеечные какие-то модели. Сегодня продукция хорошего качества. На все имеются сертификаты. Ну, поэтому мы готовы к работе. Мы сами заинтересованы в ней. Под часу встречи выказанного 17 пропанов сбоку предпринимальников об супрацовнестве с белорусскими вытворцами. Черговые оптовые кермаши пройдут у ближайший понеделок, 22 лютого. Предпринимальникам пропануют текстильные выробы. 29 лютого отбудется кермаш по продаже обудку и галантерейных выробы. Продаж организованы по улице Шилова, 12. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Оранжевый уровень небеспеки объявлены на завтра у регионе. На дорогах у смоцницы гололедится. По водле прогноза областного гидромедцентра, в ближайшие сутки опадков не чекается. В ночи ранится местами слабый туман и шерень. Ветер неустойливый 3,8 метров за секунду. Температура поветра в ночи складе до минус 8 градусов. В день чекается от минус 3 до плюс 2. Подобный характер надворья захавается до выходных. В связи с погаршением УМУ на дворья, держал-тоинспекция звертается с просьбой до всех удельников дорожного руху быть вельми осторожными. Водителям раэть уважливо выбирать худкость руху с уликом конкретной ситуации на дорозе. Заховывать беспешную дистанцию, отмовиться от здесь нене необдуманных маневров. Обачливыми варта быть и пешеходом. Во умовах гололеду особливо небеспешно перебегать дорогу перед близкой дучим транспортом, а так само раптом выходить на проездную частку. И об спорте. У Гомелес завершился 20-й открытый турнир по боксе на призы абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. За перемогу змагались больше как 100 бойцов с Беларуси, Украины, Литвы и Черногории. Приемно, что на высшейшую приступку пьедестала гонору поднялись и выхованцы Гомельской школы бокса. С поборничали юниоры. Узровень турниру традиционно вельми высоки. Чемпионы своих краин, призеры и переможцы европейских и засветных чемпионатов. Достаточно сказать, что сборная Украины приехала практически в полном составе. Зараз у команды идет смена поколения, однако все равно конкуренцию украинцы склали большим серьезную. Полдневые соседи пробились у 7 финалов с 14. Для гомельчан это так само прогрессивно. Для дальней турниры многие проявили себя на высоком узровне. Усяго в финалы трапили 6 представников нашего региона, что при такой конкуренции немало. Уже здесь есть у нас финалисты, есть люди, которые проявили, мы взяли на заметку. Я надеюсь, что в дальнейшем это наша надежда и мы надеемся уже на следующий олимпийский цикл, что мы о них еще услышим. Один из финалов отримался чисто гомельским. Уголовным поединком ваговой категории до 52 кг у рынка вышли Дмитрий Бальков и Алексей Дашкевич. Бойцы добро ведают один-одного, не раз устракалися на рынку. У гетерас мацней был Дмитрий Бальков. Сам переможца своим выступлением не совсем задоволенный и бачить, над чем еще нужно работать. Оно хотелось, конечно, было лучше, но чуть дыхания не хватило, буду работать. Мы над собой еще побольше, чтобы стать еще сильнее. У сего ж представники Гомельской области завоевали на турниры 16 узнагарод. У актива наших спортсменов 2 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых узнагарод. Максим Савян, Катерина Сапельникова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Эфир телерадиокомпании «Гомель» на телеканалю «Беларусь-3» сегодня начнется у 18.30 хвилин. У программе проекты старты и финиши, деловые люди, унуки про войну, майстри и чалядники. Гэты и инши программы, так само информационные выпуски, вы можете знайсти и на нашем сайте. www.tvrgomel.by. На этом пакулю все. С тудой працевала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи в эфиры. Редактор субтитров А.Семкин